Больше 48 часов метели. Десногорск вместе с центральной полосой России попал под действие активного атмосферного фронта. Как справляется город с капризами природы, смотрите в сюжете. Зима в городе разыгралась не на шутку. Обильный снегопад в течение нескольких дней скрыл улицы Атомграда под сугробами. Чтобы избежать снежных заносов и затруднённого движения на дорогах, за работу берутся сотрудники МУПККП и службы благоустройства. Регламент уборки в зимнее время включает в себя подвитание и сдвигание снега, удаление скользкости, удаление снега и снежно-ледяных образований. Очистка у нас производится вручную и механизированным способом в зависимости от условий. Работает 4 единицы техники. Если требуется, то выводим и погрузчик в некоторых моментах. У нас также на жилу имеется 3 бензиновых снегоуборщика, что облегчает работу во время сухого снега, соответственно. Одна из первых задач коммунальщиков – убрать лёд на крыльце и со ступеней. Привычный песок для этих целей подходит не всегда. При удалении скользкости у нас используется песко-соляная смесь и реагент. Некоторые жильцы жалуются, что не посыпано. Реагент не видно, к сожалению. То есть посыпается, он растапливает лёд и он счищается. Ростовский район пострадал больше остальных районов области. Только за воскресенье и понедельник здесь выпало почти 16,5 миллиметров осадков. В районном центре за это же время – 12. На борьбу со снегом выходили и в выходные, и в праздничные дни. В городе ежедневно ведётся работа по очистке снега на придомовых территориях. Дворники при погодных условиях чистят и с утра, с 6 утра и после обеда. Ярче всего картина снежного апокалипсиса открывается на придомовых территориях. На тротуарах снежная каша, автомобили похожи на сугробы. Но привести двор в порядок бывает непросто – из-за неправильно припаркованных автомобилей. Там, где не проходит техника, дворниками всё убирается вручную. Вся проблема в том, что много автомобилей стоит во дворах, и это мешает качественной уборке снега. По правилам, по регламенту, вообще в зимнее время года запрещена стоянка транспорта вдоль домов и в местах, не положенных для стоянки. Некоторые дома у нас не может заехать техника. То есть машина наставлена очень плотно. В Десногорске вторник начался со снегопада, но совсем слабого. В середине дня небо просветлело. Весь регион накрыл новый циклон – скандинавский. Вместо осадков он принёс резкое снижение температуры. Ночами в среду и четверг температура опускалась до минус 20 градусов. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.